О чем мы сегодня будем говорить? Будем говорить о профилировании в ГОМ при помощи инструмента Петров. Давайте попробуем разобраться, зачем нам использовать данный инструмент. Первое, это позволяет выявить проблемные участки в нашем коде. Второе, более производительный код это больше ресурсов на определенный промежуток времени. Неплохая причина разобраться, что же находится под капотом в нашей программе. Ну и неплохо в целом смотрится в CV. Дальше. Профилировщики, которые позволяют нам анализировать производительность нашего аппликейшн, находить проблемные участки и улучшать их производительность. Что мы можем профилировать при помощи инструмента Петров? Первое, мы можем профилировать CPU, то есть насколько загружен наш процессор на протяжении определенного промежутка времени. Мы можем профилировать нашу память, мы можем профилировать наши блокировки при помощи всех примитивов, включая каналы. Мы можем профилировать грудь, можем профилировать mutex, можем профилировать thread create, то бишь среды операционной системы, которые были созданы в момент снятия снапшота по нашему аппликейшн. Здесь еще важный момент, по отличию, допустим, CPU от всех других профилировщиков, когда мы профилируем CPU, мы указываем определенный промежуток времени, на протяжении которого мы снимаем наш профайл. Если говорить за другие профилировщики, то мы делаем снапшот нашего рентайна в определенный промежуток времени. Как работает P-PROF? Первое, что нам необходимо сделать, это собрать профайл данных. Каким образом мы можем это сделать? Мы можем это сделать при помощи GoTest, то бишь указывая дополнительные флаги по сохранению нашего профайла. Мы можем сохранить наш профайл данных, которые впоследствии проанализировать. Мы можем это сделать при помощи пакета Runtime P-PROF и мы можем это сделать при помощи пакета NetHttp и P-PROF. То есть запускается у нас HTTP сервер и при помощи определенных хендпоинтов мы можем вытянуть наш профайл данные, сохранить их и впоследствии проанализировать. Это очень удобно, когда мы используем, допустим, наши аппликейшены, запущены на каких-то серверах, допустим, в каком-то инварименте, на Амазоне, GPC или еще где-то. Мы запускаем наш NetHttp и P-PROF и можем оттуда вытягивать профайл данных в режиме реального времени. Дальше эти данные нам необходимо визуализировать. Каким образом можем это сделать? Первое, мы можем использовать стандартную аппликейшен P-PROF, который включен у нас в сборку Голэнда. И в принципе он в большинстве своем включает весь необходимый набор инструментов, который дает возможность нам проанализировать все профайлы, о которых мы говорили до этого. Или мы можем использовать какие-то внешние инструменты, которые дают нам комьюнити, если они нам больше нравятся или мы к ним привыкли. Почему нет? Дальше. Каким образом мы можем визуализировать наши данные? Мы можем вводить это в текстном формате, можем вводить в виде графа, можем вводить в виде флайм-графа. Или мы можем это сохранять в формате Calgrind и использовать фреймворк Walgrind. Если мы это делали ранее на других языках, знаем, что это за инструмент, понимаем, как его использовать и просто к ним привыкли. Давайте попробуем сделать сейчас небольшое демо. Начнем с CPU. Все примеры кода, которые мы здесь будем смотреть, в презентации есть ссылочка. И если у кого-то возникнет желание в этом поковыряться или запустить самому, почему нет. Профилирование CPU. Первое. Мы сохраним наши данные при помощи пакета Runtime P-Pro. После этого мы запустим наш CLI-application P-Pro. Выведем наиболее ресурсоемкие функции и попытаемся заглянуть, что же происходит там внутри. Сначала давайте посмотрим, что у нас происходит по коду очень бегло. В данном блоке мы сохраняем наш профайл. То бишь при помощи пакета Runtime P-Pro мы запускаем снятие нашего профайла. И на выходе функции Main у нас происходит сохранение нашего профайла. Данный кейс очень простой. Мы вычитываем два JSON-файла, которые содержат информацию по юзерам, содержат информацию по компаниям. После этого мы маппим это на слайд структуру юзера, на слайд структуру компании и пытаемся смержить эти данные. Как происходит смерж данных? У нас есть очень эффективный алгоритм, в кавычках, в котором мы проходимся цикл на цикле. Сначала перебираем юзера, потом перебираем компании. Когда находим совпадение по юзер-айди, мы маппим и мерзжим эти данные. Давайте попробуем запустить наш профайл. Первое. Мы соберем сначала наше приложение и запускаем его. Наше приложение отработало. После этого выведем наш профайл данные. Посмотрим. Кстати, есть, ну, запустили мы инструмент P-PRO. Есть, можем посмотреть, какие команды вообще он у нас может делать. Основные блоки для нас здесь commands и options. Commons со своей стороны говорит нам о том, в каком виде мы можем сохранять наши данные. То бишь, мы можем выводить это в виде графов, сохранять JPEG-картинки, выводить даже в PDF или запускать даже в Seller. Но наиболее полезное есть у нас команда top, которая позволяет нам вывести наиболее ресурсоемкие функции. Мы видим, что на первом месте у нас находится функция merge, которая как раз соединяет наши данные. Попробуем заглянуть, что у нас происходит внутри. Мы можем обратить внимание, что на втором цикле это наиболее ресурсоемкая у нас операция, которая съела у нас 3,55 секунды со всего времени, которое работала наша программа. То бишь, при помощи этого мы выявили, что есть вот у нас вот такая проблемная функция, которая соединяет наши данные, которая съедает у нас достаточно много ресурсов. Попробуем сейчас этот код немножко оптимизировать и посмотреть, насколько изменилась у нас наша производительность. У нас есть функция merge 2. Что происходит в данной функции? Перед маппингом мы преобразовываем наш слайс компаний, который на выходе возвращает нам мапу int-компания. Int в данном случае говорит нам user ID. И при помощи этого позволяет существенно упростить наш алгоритм. И сложность нашего алгоритма с m умножить на m перерастает в m плюс m. То бишь, у нас есть один проход по компаниям и один проход по юзеру. Посмотрим, насколько это изменило нашу производительность. Давайте сначала посмотрим топ. Как можно заметить, функция merge даже не попала в топ-10 наших наиболее ресурсоемких функций. Кстати, команда топ также поддерживает. Можно указывать, сколько конкретно мы хотим вывести функции наиболее ресурсоемких. Посмотрим, что же у нас происходит в функции 0.2, которую мы пытались оптимизировать. Как мы можем заметить, выполнение всей данной операции заняло 10 миллисекунд. Если мы сравним с предыдущим нашим результатом, который занимал у нас 3,52 секунды, то разница очень существенная. То бишь, при помощи инструмента профилирования нашего CPU мы со своей стороны можем выявить какие-то определенные проблемные участки нашего кода и пытаться переработать алгоритмы для того, чтобы наше программное обеспечение, наш продукт начал работать более эффективно. Дальше переходим к блоку профилирования памяти. Мы сохраним наш профайл при помощи пакета net.http.py. После этого мы вызовем API Point, который у нас существует для того, чтобы запустить механизм по обработке данных. Я покажу пример, что он делает. После этого мы сохраним наш профайл и попытаемся его визуализировать при помощи веб-интерфейса, который запустит нам веб-приложение и предоставит набор инструментов для анализа, который мы перед этим делали в нашем CLI-аппликейшене. И теперь мы выведем его в веб-интерфейс. Давайте сначала посмотрим, что же происходит у нас в коде, который мы будем пытаться анализировать. У нас есть достаточно простой код, который со своей стороны вычитывает у нас CSV файлов. После этого мы маппим его на наш слайс структуру юзера и отправляем нашу фейковую функцию save, которая на самом деле ничего не делает, мы представим, что она что-то делает. И запускаем это в цикле 5000 раз для того, чтобы дать больше нагрузки и увидеть все-таки наш более, скажем, валидный профайл. Почему? Потому что если данных будет очень мало и не давать нагрузки, то профайл по сути может быть пустым и это не позволит нам сделать анализ. Это тоже важный момент, потому что когда мы со своей стороны собираемся производить анализ нашего аппликейшена, необходимо создавать нагрузку, то бишь реальную нагрузку, которая может быть на нашем аппликейшене, чтобы мы могли собрать реальный профайл данные и после этого анализировать. Переходим в memory. Для начала соберем наше приложение. Запустим его. Так, сейчас еще секунду сделаю. Клименту сейчас в этот блок, потому что мне понадобится окно параллельно. Мы запустили наше веб-приложение. И сейчас запустим, я сейчас прокомментирую такую вот команду. Эта команда состоит у нас из четырех блоков. Первый блок мы дергаем с существующего у нас API Point, который запускает механизм учитывая файла. Дальше делаем небольшую паузу для того, чтобы у нас запустили все, ну, большинство грутин, которые у нас существуют в нашем приложении. После этого мы сохраняем наш профайл. И после этого запускаем в веб-интерфейс нашего профайлера для того, чтобы мы могли проанализировать наши данные. Это происходит при помощи флага HTTP и порт. Попробуем запустить наш профайл. У нас запустился веб-интерфейс нашего приложения, который позволяет нам графически визуализировать информацию, которую мы получаем. В данном случае это граф, на что в данном графе следует обращать внимание. Первое – это величина этих блоков. То есть, чем больше блок, тем наиболее рисуется емкий этот участок. И, соответственно, тоже величина стрелок, которые показывают у нас, куда переходит наш аппликейшн с момента запуска. То есть, мы со своей стороны в данном случае на что можем обратить внимание. То, что у нас есть функция read, которая на момент снятия нашего профайла заняла 584 мегабайт оперативной памяти. Что занимает 99,55% со всей памяти, которая съела наш аппликейшн. Что в данном приложении, в данном веб-интерфейсе мы еще можем делать? Мы можем вывести это в виде flame-графа, которая визуализирует в другом немножко формате, в суммарном представлении вызова наших стеков. И в данном случае это сколько мы съедаем оперативной памяти на момент снятия нашего профайла. Можем видеть, что сверху у нас, вот мы запустили, по сути, нашу программу. И следующим сразу идет, это наша функция read, которая заняла 548 мегабайт. Мы можем здесь же увидеть даже source code и увидеть по функциям разбивку, что сколько у нас съела оперативная память. Можем найти у нас нашу функцию read и увидеть то, что вычитывание нашего CSV файла и сохранение его в Slice 3.0 заняло у нас 548 мегабайт. Также здесь тоже можно увидеть топ, который мы выводили в нашем CLI-аппликейшн. Можно увидеть все данные в виде таблицы с call-стеком по нашим функциям. И можно посмотреть тотал. В принципе, все необходимые инструменты, которые есть в CLI-аппликейшн, веб-интрофейс их дублирует и позволяет это представить в графическом виде. Давайте попробуем теперь немножко оптимизировать наше приложение. У нас есть функция read2. Чем отличаются наши функции read2? Мы со своей стороны не вычитываем сразу весь файл. То бишь мы со своей стороны открываем наш файл и передаем pointer в буфер. И после этого вычитываем наш файл построчно. Построчно, скажем так. И со своей стороны вся память, которая у нас занимается, у нас на момент снятия, когда мы будем делать профайл, это по сути те строки, которые вычитываются в данном промежуток времени. Посмотрим, насколько это позволило улучшить наши показатели по оперативной памяти. Требилдим наш application. Запускаем его. И мы можем уже обратить внимание, что функция read2 заняла у нас по сути всего уже 17 мегабайт. То бишь, если сравнить с предыдущим показателем, который занял у нас 500 с копейками мегабайт и 16, разница тоже существенная. На что здесь еще стоит обратить внимание. Когда мы со своей стороны начинаем работать с пакетом net.httpp.prof, мы его импортируем через underscore. Если мы используем стандартный mux, то нам достаточно всего лишь импортировать этот пакет, и после этого у нас становится активным наш профайл, и мы можем с ним снимать и сохранять профайл, делать сношоты нашего рентайма. Если мы используем другие какие-то mux, например, Gorilla mux или еще какие-то другие, то нам придется ручками зарегистрировать наши хендеры на все наши пакеты, профайлы, которые мы собираемся снимать. В данном случае в этом необходимости не было, потому что я использовал стандартный mux. Пойдем дальше. Переходим к другому блоку. Следующий блок у нас профилирование грутин. Мы соберем данные также при помощи пакета net.httpp.prof. После этого сохраним наш профайл и визуализируем так же самое через веб-интерфейс. Посмотрим, что происходит в нашем приложении. По грутинам и блокировкам будут более простые, скажем так, примеры. Они под собой не несут никакой практической ценности. Для того, чтобы посмотреть пример, как это работает, я думаю, что нам этого будет достаточно. У нас есть простая функция sum, которая суммирует слайс интегеров, которые к нам поступают. Данную информацию мы никуда не сохраняем, не вводим. В данном случае нет необходимости. Делаем небольшую паузу, чтобы мы успели снять наш профайл. Почему? Потому что если мы этого не сделаем, то мы просто грутин раньше завершатся, и мы не сможем ничего увидеть. В цикле это запускаем и снимаем наш профайл. Соберем наш профайл. И здесь нам нужно будет практически одновременно запустить сбор наших данных и само приложение. Вот открылся у нас уже сохраненный профайл. И в данном случае мы видим количество грутин, которые у нас были запущены в момент снятия нашего снапшота. За счет того, что у нас стоит пауза в 2 секунды, мы по сути собрали все наши грутины, которые у нас были. Это 100 тысяч штук запустилось одновременно. И при помощи этого инструмента можем проанализировать все блоки по коду, если в случае есть необходимость или посмотреть в другом представлении наши данные. Дальше переходим к следующему этапу. Это сохранение профайла блокировок. Важный здесь момент. Перед сохранением самого профайла нам необходимо установить переменную окружение. Это сет, вернее, не переменную окружение, а не это функция. Передать туда значение для того, чтобы активировать сам этот профайл. По дефолту он включен. Выведем мы данные при помощи goTestBench. Почему мы используем Bench? для того, чтобы сгенерировать, создать определенную нагрузку на наше приложение и таким образом собрать больше данных при сохранении нашего профайла. Если использовать просто тест, то может получиться такая ситуация, что по сути наш профайл будет пустым. Почему? Потому что данных будет очень мало для того, чтобы их анализировать. и дальше после этого мы увидим через наш графический веб-интерфейс. Соберем наше приложение сначала. А, стоп, секунду. Собирать его нам не надо, потому что у нас, по сути, там будет через тесты. Так, что происходит в нашем приложении? Мы используем ту же самую функцию суммирования, только дополнительно мы еще со своей стороны используем канал для того, чтобы создать блокировку и увидеть это в нашем профайле. Тут же есть цикл, который отпускает, грубо говоря, записывает данный канал и отпускает данную блокировку. И есть сама функция суммирования, которая делает нашу операцию. Есть у нас написанный простой бенчмарк, который запускает данный механизм и мы можем собрать наши профайл данных. Давайте попробуем это сделать. Первое, мы запустим наш бенчмарк. И, как мы можем обратить внимание, у нас сохранился уже наш профайл, но и также сохранился наш бинарный файл по нашему аппликейшену. В случае, если мы запускаем это с сохранением нашего профайла, это происходит, данная операция происходит обязательно. Теперь попробуем визуализировать наши данные. Мы видим, что больше всего времени у нас заняла функция сам, в данном случае там, где у нас находится по сути наша блокировка. И со своей стороны данным образом мы выявили то, что данная функция может быть для нас проблемной. И если у нас есть какие-то механизмы по оптимизации улучшения данного алгоритма, мы можем с этим участком поработать. Что говорит нам, как здесь указано, 5.21 день? Это все суммированное время со всех пауз, которые были созданы грутинами на запуск и снятие нашего профайла. Идем дальше. Очень важный момент. Когда же все-таки нам использовать наш профайл? Здесь такой важный поинт, что его необходимо действительно использовать, когда у нас есть реальная проблема в нашем аппликейшн. Если мы со своей стороны создаем какое-то приложение и производительность его устраивает нашего заказчика условно, и он выполняет возложенную на него операцию, то возможно заниматься профилированием на текущий промежуток времени у нас и нет необходимости выявлять какие-то определенные, возможно, не совсем производительные участки кода. Нет необходимости. Почему? Потому что наше приложение выполняет свою задачу. То бишь мы можем заняться каким-то другим более полезными вещами условно на нашем проекте. То бишь его нужно со своей стороны использовать действительно тот промежуток времени, когда наше приложение не выполняет поставленную на него задачу, то бишь у него есть каких-то определенных ряд проблем по производительности, и при помощи этого инструмента мы выявляем наши bottlenecks и пытаемся оптимизировать наши алгоритмы, которые мы написали. Ну и кажется, мы про что-то забыли. Как же в данном случае нам без Dave Cheney? Dave Cheney тоже сделал свой вклад в профилирование. Он создал пакет, который вы можете найти по данному URL, который со своей стороны позволяет нам сохранять наш профайл путем написания одной строчки кода. То бишь он сделал, грубо говоря, отвертку над стандартную рентайм питов и в какой-то мере сделал нашу работу в работе с профайлом сохранение его более простой. И если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них попробовать ответить. Здесь есть кто живой? Алло? Живи, епы, тайны мая. Тогда с моей стороны все. Субтитры сделал DimaTorzok